Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. 484 миллиона рублей планируют потратить на выборы президента в Алтайском крае. До главного события года остается меньше двух месяцев. Дом, за которым следит весь город. Здание на партизанской 70Б все-таки признали аварийным. Салаты, мишура и даже петарды. Что еще находят в канализации города после новогодних праздников? Дом на улице партизанской 70Б в Барнауле признали аварийным. Теперь его расселят и снесут. Решение накануне приняла межведомственная комиссия. С жильцами дома пообщались глава администрации Центрального района и председатель комитета ЖКХ города. Речь шла о том, что находиться в доме нельзя. Жителям предложили переехать либо в маневренный фонд, либо снять жилье и получить компенсацию. Известно, что комитет ЖКХ прорабатывает вопрос о заключении договора со специализированной организацией о проведении оценки рыночной стоимости квартир. По результатам собственники получат деньги за жилье. Дом будут расселять по муниципальной программе на 2015-2030 годы. С 20 января помещение находится под круглосуточной охраной. Забрать вещи люди могут с 16 до 20 часов только в сопровождении спасателей и администрации Центрального района. Ситуация с домом находится на особом контроле района и города. 484 миллиона рублей планируют потратить на проведение выборов в Алтайском крае. 80% этих федеральных средств пойдут на оплату труда работников участковых избирательных комиссий. Об этом сегодня сообщила руководитель избиркома края Ирина Акимова. Какие способы голосования будут доступны избирателям на мартовских выборах президента России? Есть ли прогнозы по явке? Об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Число избирателей края уже подсчитано. 1 миллион 756 тысяч, причем 30% из них населения краевой столицы. Они, как и жители других городов и сел смогут выбрать удобный для себя способ голосования. Мобильный избиратель позволит отдать голос на любом удобном избирательном участке. Дистанционное голосование сделать выбор удаленно. Кстати, подать заявление на ДЭК и мобильного избирателя можно уже с 29 января. А с 17 по 19 марта есть возможность лично прийти на избирательный участок. И все же, по данным руководителя избиркома края Ирины Акимовой, все больше алтайских избирателей голосуют дистанционно. При проведении выборов губернатора Алтайского края свыше 111 тысяч жителей Алтайского края воспользовались такой опцией. И 90% из подавших заявлений, наверное, такой высокой явки у нас не было больше ни на каких сегментах голосования. Так вот, на дистанционном электронном голосовании явка на выборах губернатора Алтайского края составила практически 90%. Делать прогноз о явке очной на выборы президента Ирина Акимова не стала. Но на вопрос о традиционной и довольно низкой ответила цифрами. По ее словам, в 2012 году явка на выборах президента России в Алтайском крае составила почти 60%, а на выборах 2018 более 65%. И еще о цифрах. Почти полмиллиарда нынче потратят на проведение выборов в крае. 80% из выделенных средств направлено непосредственно на дополнительную оплату труда членам участковых и территориальных избирательных комиссий. Часть средств будет потрачена на новую программу, добавила Ирина Акимова. Уже с 17 февраля в крае начнется адресное информирование избирателей, так называемый «ИнформУИК». Он предполагает поквартирный обход избирателей членами комиссии. Они будут сообщать о дате и времени голосования, информацию о зарегистрированных кандидатах, адрес избирательного участка, а также о способах участия в голосовании. Такие обходы планируется проводить до 7 марта. Защитить памятник Алеши, прообразом для которого явился алтайский фронтовик Алексей Скурлатов, просят ЮНЕСКО. Такое обращение к ООН по вопросам культуры направили российские правозащитники. В частности, директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников идею сноса памятника Алеши назвал недопустимым нарушением норм международного права и призвал выступить против этого ЮНЕСКО. Напомним, 11 января депутаты Болгарии предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю. Но на фоне волны народного недовольства вопрос из повестки парламента в болгарском городе Пловдев исключили. И теперь дальнейшая судьба монумента зависит от народного референдума. Мэрия Пловдева намерена посчитать, во сколько обойдется его проведение, а также демонтаж памятника. К другой теме. В Белоярской крепости снова произошел серьезный пожар. Напомним, крепость, основанная в 1717 году, находится в Новоалтайске. Предварительной причиной пожара стала печь. Из-за инцидента полностью сгорел дом приказчика, в котором находились все экспонаты. В середине ноября 2021 года крепость уже горела. Тогда пожар начался в одной из башен. Его площадь составила 40 квадратных метров. Огонь повредил крышу, пострадали некоторые помещения. Также была уничтожена часть исторических костюмов и реплик оружия. Напомним, Белоярская крепость – единственный форпост на территории современного Алтайского края. В музее под открытым небом воссоздается обстановка русской крепости 18 века. Сейчас в музее были вынуждены приостановить работу. В этом году исполняется 80 лет со дня прорыва блокада Ленинграда. Сегодня в Барнауле приготовили блокадный хлеб, точнее одну из версий рецепта. Все для того, чтобы барнаульцы смогли понять, каково это, когда небольшой кусочек в 125 граммов мог спасти жизнь. Дарья Ерошина продолжит. Одно из самых радостных событий Великой Отечественной войны, одновременно напоминающее о великой трагедии – прорыв блокада Ленинграда. В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения города. А там, между сугроков горбатых, нетрудно и взрослым шагать. На саночках узких ребят везут свою мертвую мать. Самое яркое воспоминание о блокаде – это порция хлеба в 125 граммов в день, когда все пути к бегству были отрезаны. В Академии гостеприимства сегодня готовят тот самый блокадный хлеб, а точнее одну из его версий. В водичку добавляем дрожжи, соль и все это перемешиваем. После того, как добавим и смешаем наши продукты растворяться, нужно будет добавлять оставшиеся ингредиенты. В блокаду к тесту добавляли еще и химически обработанную древесину, по-другому целлюлозу. И такой продукт спасал жизни. Человеческое отношение, которое было у жителей блокадного Ленинграда. Разумеется, это трагедия, это большое горе в нашей стране, это отдельная страница Великой Отечественной войны. Но там все равно была жизнь. Блокадный хлеб испекла выпускная группа пекарей-кондитеров Академии. Его раздали студентам и людям на улице, как напоминание о тех суровых днях. Это действительно очень сложная тема, патриотическое воспитание современной молодежи. Действительно, есть и положительные стороны, есть элементы навязывания. И дети, конечно, реагируют по-разному. Кого-то мы трогают это до глубины души. И со слезами уходят с мероприятия, но кому-то очень сложно достучаться. Жестокость войны рождает подвиги. И помнить о них нужно всем, чтобы в будущем не было даже поводов для такого героизма. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Больше ста случаев засорения канализации зафиксировали специалисты Барнаульского водоканала за 10 праздничных дней. Несмотря на то, что каникулярный пик пройден, вызовы о забившемся туалете продолжают регулярно поступать. Что нельзя смывать и поможет ли в Антус, уточнял Данил Кузнецов. Такими последствиями может грозить забившийся туалет. Особенно часто унитазы засоряются во время новогодних праздников. За 10 дней каникул специалисты Барнаульского водоканала выезжали на вызовы по очистке канализации 122 раза. Чаще всего за период этих новогодних праздников вытаскивали с канализации салфетки. И также категорически нельзя сливать жир в канализацию, потому что наседает на трубах и к нему прилипают остатки пищи, бумага и все остальное, что не должно находиться в канализации. Чего только не видят унитазы, помимо новогодних салатов. Главное правило – нельзя выбрасывать предметы, которые не являются биоразлагаемыми. Например, подгузники, кошачий наполнитель, ватные диски и палочки. Зато обычную туалетную бумагу, хоть и нежелательно выкидывать, но допустимо. Если это влажный рулон, то на упаковке будет указано, можно ли ее смывать. Что самое странное смывали в унитаз? Самое странное, короче, дело было так. Я однажды что-то готовил, готовил какую-то еду, макароны, по-моему, какие-то. Я, короче, смывал, смывал. Я там сам выгребал это все в пакеты обратно. Самое странное, это петарда была. Но ее можно смыть один раз всего. Если все же серьезная авария случилась, а под рукой есть вантус, то пропихивать им засор – сомнительная идея, поскольку мусор может уйти дальше по трубам, тем самым преградив доступ к туалету всем жителям дома. А если управляющая компания плохо работает и не своевременно обслуживает сети, то фекалиями может затопить подвал. Поэтому лучше в случае засора все же обратиться к специалистам. Данюк Кузнецов. День с толком. К другой теме. На барнаульские маршруты общественного транспорта выйдет больше 40 новых больших автобусов. Они отправятся на маршруты номер 1 и номер 10. Из достоинств – вместимость более 100 человек, система кондиционирования для обеспечения комфортной температуры в салоне, электронная система оплаты с помощью терминалов. На покупку автобусов марки «Нефас» потратили порядка 700 миллионов рублей. Сейчас проводится подготовка к их запуску. Уже определили штатное расписание. Впереди технические вопросы – оформление страховок, техосмотр и другое. Также власти рассматривают вопрос об организации движения автобусов без кондукторов. К другой теме. В Алтайском крае впервые прошли официальные соревнования по дрифту на грибном канале. На них собралось больше 20 лицензированных пилотов. Что это значит для алтайского дрифта и где еще в скором времени смогут давать угла спортсмены, расскажет Данил Кузнецов. Замечательное морозное утро для этих рыбаков прервал рев двигателей «Жигулей». Грибной канал для участников дрифт-кубка стал новой локацией. С официальной организацией соревнований на льду помогла Федерация автоспорта Алтайского края. «Если в прошлом году у нас за полтора месяца получилось провести несколько спортивных соревнований и тренировочных дней в дисциплине автомногоборья, на одной трассе тоже в этом году мы почистили сразу несколько конфигураций и у нас теперь зимний картинг, у нас теперь зимний дрифт и автомногоборья». Трасса для дрифта получилась более длинной и технически совершенной по сравнению с треком у арт-объекта «Спичка», где раньше соревновались спортсмены. Из-за единого и более гладкого покрытия ехать боком стало проще и быстрее. Скорость на момент инициации заноса достигает примерно 80 километров в час. «По сути здесь везде примерно одинаковый зацеп идет. Только там есть на одной дуге колья выкатанная уже и получается в колью проваливаешься и машина как по рельсам трамвай едет и приходится просто газ нажал и машина уже сама едет куда, как накатали люди». Кроме того, главное нововведение этого дрифт-сезона – обязательная гоночная лицензия и моношина для уравнивания возможностей пилотов. То есть все 28 человек используют покрышки единой модели. Подобное решение еще нужно для того, чтобы провести межрегиональный этап сибирского кубка. «То есть у нас в Новосибирске, Кемерово и здесь будет проходить по одному этапу. На эти чемпионаты согласована моношина. Айкон Нордман 8 у нас идет шина по регламенту на все три регионы. Сегодня тоже она здесь. То есть на весь сезон можно купить колеса и они будут подходить в трех регионах». Этап сибирского кубка в Алтайском крае планируют провести в конце сезона на треке «Ракета», которое сейчас делают около Павловска. По словам одного из амбассадоров регионального дрифта Ивана Никулина, строительство идет полным ходом. «Не просто это уже мысли, а мы уже заключили договора с подрядчиком и скинули предоплату уже порядка проекта. Пока первого, так скажем, отрезка это порядка 20 миллионов. Мы уже какие-то деньги собрали, какие-то деньги сами скинулись и уже заключили с подрядчиком. И он уже 1 мая выходит на… ложить асфальт нам». Два новых места для дрифта не только повысят уровень мастерства пилотов и заинтересованность любителей автоспорта, но и в перспективе могут помочь Алтайскому краю получить разрешение на проведение соревнований под эгидой российской дрифт-серии. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Хоккеисты «Динамо Алтай» продолжают свое выступление в чемпионате ВХЛ и ведут борьбу за плей-офф. Чтобы туда попасть, им надо войти в топ-16 в турнирной таблице. На очередном домашнем матче нашим хоккеистам противостоял мощный челябинский чулмет. О ходе матча расскажет Дмитрий Дроздов. Хоккеисты «Динамо Алтай» подошли к такому моменту, когда каждая игра на вес золота. Одна ошибка и о плей-офф можно забыть. Туда попадают 16 команд, а наши расположились на две строчки ниже. Математические шансы еще есть, но важность каждой игры зашкаливает. Так начался матч против челябинского чулмета. Гости первыми открыли счет после небольшого рикошета. Однако барнаульцы всего лишь через минуту уже отыгрались и сравняли счет. Маленькая сил у нас была поменьше, чем предыдущие две игры. Не хватило свежести. И еще раз повторюсь, что приезжают команды с хорошей обороной, лидеры нашего хоккея. То есть парни школы челябинской, все знают, кто такая. Поэтому одна ошибка решила исход матча. Мы забили один гол, нам два. И то вторую шайбу, когда челмен повел в счете 2-1, болельщики увидели под занавес первого периода. И больше зрителей заброшенных шайб не увидели. Как бы барнаульцы не старались сравнять счет, но госпожа удача в этот вечер была не с ними. И даже статистика за хозяев. Динамо Алтай бросил поворотом соперника 59 раз. Наши гости на 12 раз меньше. Нам пятая победа нужна была как воздух. Мы находимся на грани плей-офф. Поэтому ребята настраивали на тяжелый матч. Но говорили, что отмечали сильные и слабые стороны соперника. Наверное, все-таки нас они услышали. И пятая победа, ну, как глоток воздуха для нас. Домашняя серия игр продолжится еще одним матчем. 24 января в гости пожалуют Оровский Южный Урал. Будем верить, что череда трех поражений подряд прервется. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А вот делегация спортсменов из Алтайского края привезла больше 20 медалей из Китая. Там прошли первые зимние игры «Большой Алтай», объединив конькобежцев, фигуристов, лыжников и сноубордистов из России, Китая, Монголии и Казахстана. Как прошли соревнования и что чувствуют победители, расскажет Дарья Ерошина. На чужом склоне, как дома. В дисциплине ски-альпинизм, вдобавок к трем победам на обычных горных лыжах, Григорий Огнев пришел к финишу первым еще и на особых меховых охотничьих. Бегать не бегал, но у меня есть в деревне такие лыжи, я хожу на них в лес, по глубокому снегу. Это удобно, если в горы куда-то идти. Я сам уже с такими лыжами. На соревнованиях «Большой Алтай» отличилась девятилетняя фигуристка Анастасия Галицкая. Спортсменка признается, что волнение от предстоящей борьбы прошло довольно быстро. Сначала было волнительно, я переживала. Но когда вышла на первую тренировку, я поняла, что спортсмены там будут не сильные. Они точно не на моем разряде. Я намного сильнее их. Победу в гонке на коньках одержала Анастасия Трошина. У нее три золота и одно серебро. Насте пришлось соревноваться только с представителями принимающей страны, в отличие от Варвары Сорокиной. В ее копилке достижений – золото и бронза. Девушки соединятся наиболее старшие, опытнее меня и сильнее. Ну и плюс подготовка склон у нас намного жестче. Мы, можно сказать, ездим по льду, а тут был мягкий снег. И это было ощутимо, что разница есть в этом. Соперничество в спорте – норма, но сами игры – знак дружбы для всех народов Алтайских гор. В культурную программу Большого Алтая включили посещение музеев и планетария, а также экскурсии. Там очень добрые и положительные люди. Они все очень отзывчивые. Когда видят русских, они всегда кричат, подходят, фотографируются, машут руками. Прям очень приятно. Даже можешь подойти к любому человеку, он тебе не откажет в помощи. Он постарается как-то найти общий язык, даже без знания языка. Ребята не собираются радоваться успехам слишком долго и уже сегодня восстанавливают режим тренировок, чтобы побеждать и в будущем. Ирина Корчегина, Дарья Ерошина, Андрей Печоркин. День с толком. 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 Продолжение следует...